МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приближается старт нового отопительного сезона. У коммунальщиков осталось 5,5 недель на то, чтобы подготовить Харцизг к холодам. Работа комплексная, когда каждое подразделение занято своим делом. Например, специалисты горводоканала и теплосети проводят ремонты водоводов и тепломагистралей города, а бригады службы единого заказчика занимаются обслуживанием непосредственно жилого фонда. Сегодня работники СЭЗа чинили прохудившуюся кровлю одной из харцизгских многоэтажек по улице Вокзальной, а также многоквартирного дома в поселке Горное. Работы по замене поврежденного шифера в Харцизге выполнены уже на 80%. В то время как с ремонтом мягкой кровли у коммунальщиков образовалось значительное отставание от плана. В данный момент у нас работы ведутся сейчас только по шиферным кровлям. Как бы и город, и коммунист такой занимаемся. Но завтра мы едем получать гуманитарку Рубероид. Нам выделяет 188 рулонов. И начинаем приступать к мягкой кровли. Мягкая кровля у нас отставание глобальное. Мы выполнили всего работы на 35%. Отстаем от графика, так как не было материала. По шиферной кровли выполнили работы на 80%. Практически вложились. Если будут еще погодные условия, мы вложимся в 100%. Но по мягкой кровли, конечно, не успеем. Что же касается подготовки жилого фонда «Харциска» к холодам в целом, то, как отмечает Игорь Гребенюк, основная часть многоквартирных домов уже получили паспорта готовности. Через неделю специалисты службы единого заказчика планируют начать заполнять водой системы отопления многоэтажек. Промывка домов, замена вентилей, запорной арматуры, трассы, которую необходимо поменять. Также у нас проходят мероприятия сейчас по подготовке к зимне. 17 сентября начнем заполнять дома. Мы можем проверять отоплением. На 90% к отопительному сезону мы готовы. До отопительного сезона мы подготовимся на все 100%. Материал есть у нас, работы ведутся. Вообще-то так неплохо идет. Единственное отставание у нас – это межпанельные швы и мягкая кровля. Чтобы иметь возможность оперативно реагировать на жалобы харцезян и удовлетворять как можно больше заявок жильцов, предприятию нужны дополнительные кадры. Сегодня в СЭЗе открыты несколько вакансий. Вакансии у нас есть две газосварщика, есть две вакансии кровельщика, также у нас 24 вакансии дворника. Пожалуйста, приходите, будем рады видеть. Два раза в месяц, как правило, по четвергам руководители всех коммунальных предприятий собираются в городадминистрации на расширенное совещание по подготовке харцезка к отопительному сезону. Как раз сегодня состоялось очередное такое заседание, на котором коммунальщики представили подробные отчеты о ходе ремонтных работ. Больше 40 лет назад силами иловайчан-энтузиастов, патриотов своего края, в Доме науки и техники локомотивного депо был организован Музей истории города. Со временем один из просторных залов ДК заселили сотни предметов, теперь уже музейных экспонатов, среди которых немало уникальных артефактов. В 1991 году музею был присвоен статус народного, а с 2015-го учреждение функционирует как коммунальное под опекой отдела культуры администрации Харцезка. К 75-летию освобождения Донбасса Донецкий краеведческий музей подготовил и предоставил Иловайску передвижную выставку, планшеты с именами и фотографиями героев Советского Союза и героев ДНР. В качестве фона использовались фрагменты штабных карт 43-го года и 2014-го. Многие не знают, где находится наш музей, не знают об этой выставке, а также хотим привлечь сюда школьников. Уже запланирована экскурсия, в эту пятницу будет проведена экскурсия, а также на следующей неделе. Выставка будет у нас находиться до 30 сентября, после чего обратно отправлена в Краеведческий музей. В музее истории Иловайска немало собственных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Фрагмент корпуса авиабомбы, элементы обмундирования бойцов и командиров Красной Армии, гильзы, осколки снарядов, фотографии, письма с фронта и многое-многое другое. Часть этих немых свидетелей войны сегодня дополняют передвижку Донецкого Краеведческого музея. Юлия Михайленко рассчитывает, что Иловайчан заинтересует история родного края, и в жизни местного музея непременно наступит полоса оживления. По данным МЧС ДНР, за прошедшую неделю в республике подразделениями ведомства было ликвидировано 427 пожаров. 256 из них, то есть практически 60%, это возгорание сухой растительности. Одно из самых драматичных происшествий недели случилось в Зугрессе, где во время тушения пожара был спасен годовалый ребенок. После того, как на линию оперативно-диспетчерской службы 101 поступил звонок о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Зугрессе, на место выехали сотрудники 29-й и 28-й пожарно-спасательных частей государственного пожарно-спасательного отряда «Харциска». 2 сентября произошел пожар в городе Зугрессе. По улице 60 лет Октября, дом 35, на третьем этаже. Пожар был локализован и ликвидирован. В ликвидации пожара участвовало 6 единиц техники. В ходе тушения пожара по автолестнице с четвертого этажа с балкона над горящей квартирой спасателями были эвакуированы три человека, в том числе годовалый ребенок, которого сотрудник МЧС вынес на руках. От госпитализации пострадавшие отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Находились дома, услышали крики в подъезде. Получается, после криков открыл дверь, был полный подъезд дыма. Спускаться через подъезд не стали, ушли на балкон. Потом приехали, бегал, тушил тазиком, чтобы не загорелся мой балкон деревяшки. Приехали пожарники, задушились, спустили. В принципе, все нормально. О причинах возгорания ничего не сообщается. МЧС ДНР МЧС ДНР на 6 и 7 сентября объявила в республике штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер восточного направления, достигающий в порывах 20 метров в секунду. Авторы нашей постоянной рубрики «Очевидец» уже начали присылать в редакцию кадры с падающими ветками деревьев и оборванными растяжками. МЧС ДНР призывает граждан в течение ближайших суток соблюдать осторожность и по возможности избегать появления в потенциально опасных местах.